Христос воскресе православное. Ответы на вопросы. Следующий вопрос. Про исполнение заповедей о родителях и правильном понимании ее хотелось бы услышать в целом поподробнее, если можно. Ну, мы это разбирали в разговоре о десяти заповедях. И еще раз, ничего нового я туда не добавлю. То есть там сказано очень кратко. Почитай родителей, да будешь долголетен на земле. Единственное место в десяти заповедях, где говорится о воздаянии. То есть сказано, чти Господа без вариантов. Сказано, почитай день субботний без вариантов. Сказано, не лги без вариантов. А тут уточнение. Почитай отца и матерь, да будешь долголетен на земле. То есть почитаешь родителей, живешь долго. Не почитаешь родителей, живешь коротко. Заметим, про загробное воздаяние не слово, но тут хотя бы ясно, как это работает. И тут же возникает вопрос, а как это понимать. И многие православные, которые как фарисеи, вы вспомните, да, что с одной стороны, если праведность ваша не превзойдет праведность фарисейскую, то не внеете в Царствие Небесное. То есть получается, нам всем надо сначала достигнуть отметки фарисей и не задерживаться там, а расти дальше. Но перешагнуть ее мы не можем. И вот Господь так и говорит, если праведность ваша не превзойдет праведность фарисейскую. И фарисеи все-таки были, ну, не как разбойники, не как ирод, не как пилат, когда Господь предложил им закидать женщину камнями. Только действительно вы правы в вашем негодовании, только пусть кто без греха бросит в нее камень первым. И у фарисеев хватило совести разойтись, потому что никто не взял на себя вот этот вот момент первого броска. То есть у всех у них была совесть, которая у них работала. И если мы как фарисеи подходим к этому тексту, то там сказано очень точно. Это такой глагол, который означает в переводе с древнеиудейского быть уважаемым и быть богатым. То есть поддерживая родителей материально переводится. Чтобы твои родители были уважаемы, как богатые люди. Чтобы они не просили на хлеб у супермаркета, чтобы они не побирались, чтобы они не краснее, бледнее, заикаясь, не спрашивали там, а может быть вы как-то нам скидочку дадите, потому что мы вот неимущие. Это, конечно, лишает людей уважения. Скидочку-то им дадут, но уважение к ним испытывать не будут. И вот те же фарисеи, кстати, использовали религию как дубину, которые говорили, а вот, а что вы руки не моете перед едой? А что учитель ваш с матарями и фарисеями ест и пьет? И забыли о том, что религия, она для нас. Это не то, чтобы мы ее использовали как дубину, а знаете ли вы канон Трульского собора, 333, который запрещает есть в корчме? Едите в Макдональдсе? Ну, сейчас Макдональдсов, конечно, нет. Едите на фудкорте? Так вы едите в корчме. Ну, простите, все-таки фудкорт не корчма, корчма это несколько другое. И трактир это не корчма, и корчма это не трактир, и гостиница, и общественные бани. Вот, например, Иоанн Богослов спокойно ходил в общественные бани. А сейчас тоже приходят и спрашивают, а грех ли ходить вот в общие бани? Мы там все-таки раздеваемся, видим друг друга без одежды, нет ли тут греха? Ну, и вот все такое. То есть, если поподробнее, то родители, которые используют Библию, чтобы лупить детей по голове, то есть, я тебе сказал поступать в Суворовское, значит, поступай в Суворовское. Я тебе сказал, выйдешь замуж за Васеньку, значит, выйдешь замуж за Васеньку. То это как раз нарушение заповедей, и это неверная трактовка. То есть, вот, и это было сказано в заповедях, в беседе о заповедях. Больше я ничего не добавлю, потому что это не авторское православие в изложении меня, а это как в Библии сказано и как отцами пояснено. То есть, еще раз почитай от глагола «быть богатым и уважаемым», то есть, поддерживай родителей материально, даже если вы не сошлись во взглядах. Не надо спрашивать, мам, ты за кого голосовала на выборах, а то вот останешься без инсулина. А если правильно проголосуешь, то к инсулину я тебе еще и каких-нибудь без сахара печенюх куплю. Продолжение следует...